доброе утро дорогие мои телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube что с кем там я обнимаюсь я с гортензией крупнолистной обнимаюсь я уже слышу ваши комментарии а что так бедно сегодня с одним цветочком и горшочком да все дело в том что снимая программы про гортензию про их обрезку про их посадку да как их уберечь от холода я все время как-то замкнулась на сибири мы же предпочитаем древовидные метельчатые но ведь и у нас очень много раскупается крупнолистных гортензий вот она красотка крупнолистная а уж западная часть россии я уже не говорю о таких там странах когда и украина и болгария и польша и литва нам пишет и латвия конечно там теплеет лима так конечно крупнолистная там красотка растет очень хорошо и сегодня мы остановимся на правильной ее обрезки и вообще условия которые вы должны соблюдать чтобы она у вас свела и росла очень хорошо все дело в том что метельчатые древовидные гортензии они цветут на побегах текущего года а древовидные умудряются сделать это еще и на побегах прошлого года то есть одновременно все это как бы да выходит и цветет но крупнолистные так себя не ведут к сожалению вот посмотрите у этого растенец а кстати сказать за три дня она просто выпустила огромные ветки была вроде такая дохленькая и у нее вот здесь раз два три четыре ну четыре пять хороших побегов она малышка вы должны запомнить золотые правила крупнолистной гортензии три года вы не должны подходить к ней с секатором ее не надо никак обрезать дайте ей возможность образовать вот эту часть верхнюю я уже об этом говорила и тогда у нее образуется хорошая корневая система вы можете делать весной санитарную обрезку скорее вырезку я бы сказала то есть убирать те которые замерзли когда уже листья распустились на ней убирать те которые замерзли которые поломаны которые создают какую-то загущенность в центре кустика но я бы рекомендовала три года не трогать ее кроме санитарной обрезки ничего не делать значит все три года прошло куст сформировался и появились комментарии где вы пишете что но не цветет она никак она образует корневую систему которая впоследствии будет ее кормить и поить но при всем при этом гортензия крупнолистная она цветет не на ветках нынешнего текущего года а на ветках прошлого года причем очень хитро она вообще не не похожа ни на одну гортензию в этом плане причем у нее посмотрите вот если бы был здесь цветочек да если бы он был шарик такой они у нее не такие большие они вот такие небольшие зато их просто на каждой веточка заканчивается вот этим шариком цветущим и вот там где этот шарик образовался дальше побег из почки цветочной развивает небольшой ну скажем вот эта ветка да она дальше развивается в маленький побег из цветочной почки который и будет весной цвести поэтому если вы собираетесь как-то обиходить свою крупнолистную гортензию вы должны сделать это все таки осенью вы когда срезаете цветок вы чего так вот и все так же нельзя делать вы должны каждый цветочек разглядеть и отрезать только то место где он крепится не дай бог вам прихватить ту веточку которая развелась из цветочные почки не зацветет ничего весной вы просто себе ну лучше вообще ничего не обрезайте придется только ездить отряхивать снег с этих цветущих до отцветших шариков ну а что делать вы же все испортите поэтому я очень хочу чтобы у вас все получалось и чтобы ваши гортензии цвели независимо от их географического месторасположения ну крупнолистные есть проблема большая потому что эта красотка пока не выпьет всю кровь она не успокоится ее на зиму в прохладных я про холодные не говорю холодные нет крупнолистные у нас расти не будут прохладных регионах это касается вот например нашей хакасии не так уж там и холодно но уж не так там и жарко поэтому на зиму вы должны сделать ей теплое укрытие которое бы еще и проветривалась понимаете помните я вам в одном сюжете рассказывала про уход за гортензией мы покажется снимали генриха шестого красными да с фертильными и стерильными цветками красивейшее растение и вам рассказывала как ее укрыть как уложить доски как к этим доскам привязать ветки как сделать этот мат теплый наполненные опилками как приподнять края чтоб туда воздух поступал да это сложно но если вы хотите цветение значит вам придется постараться это касается вот прохладных зон где зимой не очень тепло и еще значит многие спрашивают а как гортензию это высадить в горшок видите она пересаженная да вы помните эти маленькие квадратики где было земли просто не знаю как нищим подано насыпано здесь в горшке она чувствуется прекрасно я ее просто перекатила перекатила и уровень посадки каков он был таков он и остался ничего такого нового кроме того что в края было забито много почвы питательной ничего с ней не произошло стоит она естественно на солнце я предпочитаю чтобы ей было прохладно а у меня их еще пять кроме этой и очень хочу чтобы вы внимали моим советом они правда добрые ну поливать обязательно кислое обязательно и при поливке тоже ну вроде как и все про крупнолистную я надеюсь что вы меня слышите а я вас очень люблю и желаю вам всего самого доброго и самого хорошего на этом до свидания